МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. С 1 июля повышаются тарифы. Как будут защищать малообеспеченных граждан? Троллейбусов станет больше, а маршрутки проверяют на перегруз. Когда в нашем городе будет порядок в пассажирских перевозках? Мы идем к вам. Сотрудники иммиграционной службы выезжают на предприятия и оформляют загранпаспорта. С 1 июля этого года должны вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Чтобы это повышение серьезно не отразилось на малозащищенных в социальном плане жителях Чувашии предусматривали. В 2012 году в республике льготами воспользовались 24 тысячи семей. 894 рубля – средняя начисленная субсидия в прошлом году. Сегодня Минздрав соцразвития Чувашии провели брифинг для журналистов, на котором сообщили о мерах по социальной поддержке для малообеспеченных. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 7,6%, отоплением – 8,5%, электроэнергию – 10% и газ – 15%. Жизнь дорожает, а это вызывает обеспокоенность, особенно у социально незащищенных граждан. Государство продолжит поддерживать их и дальше. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил недавно назначенный на должность заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Александр Медзюков. Напомню, он возглавлял в 2011 году Чувашский филиал Ростелекома. А теперь курирует социальный блок в министерстве, а также направление информатизации. Но прежде он остановился на том, кому и как будет помогать рублем государство. К социально уязвимым относятся все также федеральные льготники, инвалиды войны, участники Великой Отечественной, члены их семей, ветераны боевых действий и другие, а также региональные ветераны труда, пострадавшие от политических репрессий, реабилитированы. Выплата компенсации на коммунальные услуги для них предусмотрена в рамках ежемесячных денежных выплат. Кроме того, на помощь могут претендовать специалисты на селе. Это те, кто работает в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, социального обслуживания, ветеринарии. Размер единой денежной выплаты за жилищно-коммунальные услуги в районах Чувашия различается, поскольку социальные нормы площади, жилья и стоимость коммуналки везде варьируются. Субсидии смогут получать семьи, чьи расходы на эти цели превышают 22% от семейного бюджета. Будут ли индексироваться эти льготы, учитывая рост цен, сейчас решается в правительстве, сообщил Александр Медюков. Этот вопрос находится сейчас на рассмотрении и в нашем правительстве, и в правительстве Российской Федерации. Я думаю, как только оно будет закончено, об этом будет объявлено, и до всех льготников это будет доведено. Идут расчеты. Нужно понимать, что у нас фактически каждая четвертая семья Чувашской республики получает субсидии. Планируется, что в перспективе нужную информацию люди смогут получать в электронном виде. По словам Александра Медюкова, перед министерством стоит задача развернуться лицом к людям и максимально информировать их. Кроме того, мы планируем для более четкого и прямого информированного населения на нашем сайте социальной разведки разместить калькулятор, который позволит каждому жителю реально ввести свой доход, совокупный доход семьи, ввести свои данные. Сразу получится, какие субсидии он может получить. Список документов то же самое. Чтобы это можно было максимально быстро распечатать и прийти к нам в данном случае и реализовать правила одного окна. Опробовать новый электронный формат возможно будет через год. Резюмировал Александр Медюков. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Через три недели, а именно 1 марта, заканчивается бесплатная приватизация жилья. Чем ближе этот срок, тем больше желающих приватизировать свои квартиры. Простому человеку довольно сложно разобраться во всех нюансах оформления документов. И как следствие, в организациях, которые задействованы в этом процессе, вырастают очереди. Людям приходится по два-три раза посещать одни и те же кабинеты. Жители поселка Кугеси в бесконечных очередях вынуждены проводить целые дни. После очередного стояния они позвонили в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Татьяна уже в четвертый раз пытается получить выписку. Без малого два месяца ей приходится ходить по различным инстанциям, собирать справки. Отстоишь очередь в БТИ, там говорят, что какую-то дополнительную справку надо взять. Потом приходишь сюда, здесь опять говорят, что-то ненормальное. Выписку из лицевого счета в ООО «Жилкомцентр» можно получить только по вторникам и четвергам. Вход в кабинет строго по одному. Об этом предупреждает табличка на дверях. Многим жителям поселка Кугеси приходится с утра занимать очередь, чтобы попасть на прием. Неужели нельзя обеспечить дополнительным персоналом и, как говорится, людей быстрее обслуживать? Ну даже вот я стою с полодинства, сейчас время уже 12 часов доходит. Передо мной вот еще человек 10, наверное, и каждый там вот, можете даже засечь, по полчаса там. Вот представляете, я к вечеру даже не подойду. Но как только наша съемочная группа здесь появилась, очередь моментально растворилась. И работа сразу же закипела. В кабинете, где принимали строго по одному, вдруг стали обслуживать по два и даже три человека. Очередь связана только с тем, что люди опаздывают приватизировать, понимаете? Получают выписку из финансового счета для приватизации. Такого ажиотажа у нас никогда нет. Вот последние два-три дня, все. По словам генерального директора, девочки работают без обеда, несмотря на то, что в графике работы он указан, как положено, с 12 до часу дня. И на каждого посетителя, по словам работников жилком центра, уходят совсем не 30 минут, как жалуются посетители. Если все документы в порядке, 10-15 минут. 10-15 минут? Да. Но все документы должны проверить все это до. Без обеда работа? Да, без обеда. Впрочем, есть и такие, кого в этой ситуации все устраивает. Я, правда, стояла с 9 часов, но сейчас везде очереди, я ничего не могу сказать. Что мне плохо обслужили, я не могу сказать. Возможно, после 1 марта ситуация изменится, ведь бесплатная приватизация заканчивается. Либо справки будут не нужны, либо очереди перестанут появляться. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В 2002 году был расширен перечень средств доказывания. Были разрешены аудио-видеозаписи. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях позволяет использовать средства фото- и киносъемки, видеозаписи только для фиксации правонарушения, а их результаты в качестве оснований для составления протокола об административном правонарушении. Однако не указаны такие доказательства, как материалы фото и киносъемки, также иные носители информации, которые могут быть предоставлены суду лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело об административном правонарушении и любой из сторон. Это привело к формированию противоречивой судебной практики. По мнению парламентариев, отсутствие указания в административном кодексе на аудио- и видеозаписи, которые могут быть предъявлены любой из сторон в административном процессе, существенно ущемляет возможность проведения защиты. В связи с этим Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предлагают ввести в КААП норму о таких видах доказательств. Биометрические паспорта уже в ходу во многих странах. С таким документом получить визу и пересечь границу несколько проще. В некоторых даже готовы прийти в въезд иностранцев с документами старого образца. В Чебоксарах от мировой тенденции не отстают. И уже сегодня сотрудники иммиграционной службы готовы сами приезжать на предприятия и выдавать паспорта нового образца. Процедура оформления загранпаспорта происходит как обычно. Для начала нужно собрать и заполнить необходимые документы, сфотографироваться, а потом подождать месяц и можно бежать за путевкой. Ситуация значительно упрощается, когда сотрудники иммиграционной службы сами приезжают к гражданам сной биометрической аппаратурой. Гражданину нет необходимости идти в наше подразделение для оформления паспорта, а предприятие выигрывает только от того, что гражданин потерял 10-15 минут и не отлучается с рабочего места. Поэтому, я думаю, это очень удобная услуга для всех. И вот с сегодняшнего дня наше управление начало оказывать эту услугу и будет выезжать во все предприятия, организации города. При выезде на предприятие мы осуществляем прием заявлений от сотрудников данного предприятия и членов их семей. Конечно, экономит время во многом. Ну и не надо искать, ходить где-то. Сразу все на месте. Удобно и получателям паспортов, и сотрудникам миграционной службы. Во время одного такого выезда могут оформить документы десятки людей. Так удобнее регулировать очередность. Одновременно специалисты проводят разъяснительную работу. Почему загранпаспорт нового образца удобнее старого? Десятилетний срок действия паспорта. В данном паспорте страниц. Данный паспорт более защищен от подделки, чем паспорта старого образца. Вся информация по выездным приемам имеется на интернет-сайте управления миграционной службы. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Парк Чебоксарского троллейбусного управления пополнился новыми машинами. Два троллейбуса поступили еще в начале года и почти готовы выйти на линию. Еще два приняли на днях. Ольга Григорьева и Андрей Спиридонов узнали, на каких маршрутах будут работать новые троллейбусы. Все мы сделаны на московском троллейбусном заводе. В городе уже ездит транспорт, его производство. Покупка не из дешевых. Одна такая машина стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей. Но все же это так называемый бюджетный вариант. Специалисты говорят, что новый, более современный троллейбус сейчас стоит дороже около 7 миллионов рублей. Тем не менее, поступившие машины успели зарекомендовать себя, рассказывают в руководстве управления. Причем модели немного усовершенствованы. Имеет рамную конструкцию. В общем-то, никаких изрядов он особенностей не имеет по сравнению с тем подвижным составом, который сегодня выпускаем на линию. Единственное, что вы видите, можно наблюдать наверху, это часть электрического оборудования, которая полагалась подполнена, что не очень, так сказать, бывает удобно для обслуживания. Значит, помещена на крышу троллейбуса. А далее вот то, что за счет рамной конструкции и конструкции на ферму. У нас такое есть профессиональное слово. В общем-то, кузов, он более, так сказать, долговечен и надежен. Приобретению троллейбусники рады. Все пять машин город получил в рамках федеральной программы обновления подвижного состава. На условиях софинансирования. 80% расходу взял на себя федеральный бюджет, 20% городской. Словом, троллейбусному управлению не пришлось тратиться. Хотя в истории предприятия бывало, что обновлять машины приходилось за собственный счет. Между тем, парк троллейбусов давно просит не просто ремонта, а замены. На сегодняшний день Чебоксасский троллейбусное управление испытывает большие проблемы по замене подвижного состава. На сегодняшний день более 100 машин требуют замены на сегодня, на текущий момент. Значит, если бы, так сказать, не имея своих ремонтных мастерских, мы не смогли бы поддерживать то состояние техническое, которое сегодня вы видите все на улицах города. Через неделю должен поступить еще один троллейбус. Все новички обязательно проходят обкатку и предрейсовую подготовку, ну а потом выходят на линию. Новые машины собираются пустить по 4, 12, 9, 5, а также первому маршрутам. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Скоро новые троллейбусы встретятся на дорогах столицы с маршрутками, водители которых, как известно, не всегда соблюдают правила. Полной них стал рейд администрации Чебоксар совместно с инспекторами Дорожной патрульной службы. Цель – выявить нарушения по перевозке пассажиров. В рейде побывала наша съемочная группа. Московский проспект в городе – один из самых оживленных. По нему проходит множество маршрутов, как городских, так и междугородних. В часы пик не только автобусы и троллейбусы переполняются. Маршрутке порой просто не зайти. Форты, Мерседес и Пежо рассчитаны на 18-20 мест. Они подходят для междугородних перевозок. Для города они маловместительны. На сегодняшний раз самая проблема у нас в пассажировке перевозок – это маршрутные перевозки, которые грубо нарушают превышение количества людей, которых они перевозят. И на самом деле сегодня мы еще раз убедились, что в часы пик маршрутные перевозки, так называемые коммерческие перевозки, превышение количества единиц, что у нас сегодняшний день наглядно показало, подобные рейды вряд ли могут дисциплинировать водителей. Максимум, что может грозить водителю маршрутки за подобные нарушения – это штраф в 500 рублей. У меня разрешено 5 человек. У меня 7-8, 2 человека лишних. Они не выходят. Я не могу задерживать машину. У нас же машина. По графике есть. Немало в городе и маршрутов, у которых нет договоров с администрацией города на перевозку пассажиров. Например, 79 маршрут. Хозяина чиновники никак не могут поймать. Маршрут зарегистрирован на некого из Кварцова, у которого даже нет определенного места жительства. Без заключения договора с администрацией города Чебоксар осуществляют регулярные перевозки. Регулярность подтверждается наличием билета. Билет сколько раз? Пассажиры предъявили. Соответственно, такого установленного маршрута у нас в городе Чебоксар нет. В течение пяти лет в городе планируют поменять инфраструктуру. Маленькие маршрутки планируют заменить на более вместительные и комфортабельные. Только тогда, рассчитывая в администрации столицы, на дорогу Чебоксар настанет порядок. Алексей Иванов, Николай Яковлев. Республика. И еще одна информация. 6 февраля запланировано отключение горячей воды в центре столицы. Оно затронет улицы Карла Маркса, Харьковскую, Электрозаводскую, Энгельсовча, Проспект Ленина, детские сады номер 13 и 24, 2-й лицей и гимназий номер 2, а также спортивную школу и некоторые организации. В Чебоксарах впервые прошел чемпионат и первенство по тайскому боксу. Бои продолжались два дня. Спортсмены из Чуваши и Мариэлла разыграли 37 комплектов наград. Специальный репортаж об этом событии смотрите сразу после информационного выпуска. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Италия близко. Беатрича – изысканность. Чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять Беатричи. Мегамол – мультибрендовый бутик «Стрекоза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова